К сожалению, не все герои наших сюжетов положительны, но говорить о них нужно, хотя бы потому, что каждый из примеров наглядный, отражающий действительность с несколько иной ее стороны, отрицательный. Аморальное поведение, распущенность и это далеко не полный список нелицеприятных эпитетов, которыми можно описать ежедневный образ жизни Василия Петровича. Брещанин запустил домашнее хозяйство, в квартире нет ни воды, ни электричества. Оголенные провода и розетки, кругом бутылки и мусор. Об антисанитарии говорить не приходится, картина перед глазами. Злоупотребляющий пенсионер не раз попадал в ловушку злой привычки. Около года назад по вине мужчины в его квартире произошел пожар, повлекший за собой опасность, видя возгорание всего этажа и, соответственно, риска для жизни соседей. Чрезвычайная ситуация потребовала эвакуации жильцов из дома. Благодаря спасателям пожар был остановлен. Последствия вызваны алкогольной передозировкой. Брещанин сегодня вспоминает, не хотя признавать вину едва ли соглашается, да и помнит не все. Вопрос в чем? Выводы сделали для себя, что может быть лучше злоупотреблять? Как меньше потреблять? Я и так, как обычно, что я много на то потребляю, а вот ремонт, все за свой счет. Хожу, что сейчас собираю, что делаю. Восстанавливаете? Восстанавливаю, потому что, ну, ни окон, ни дверей, я тоже все сам делаю. Все сам, никто, даже никто не поможет. Пенсионер вряд ли ожидал, что оказавшись с такой проблемой один на один, последствия глупости ликвидировать придется самому. Но даже и этот урок не стал поучительным. Пословица на ошибках учится однозначно не про этого гражданина. Было два загорания по одному и тому же адресу с перерывом в несколько месяцев. И все по одной и той же причине. Неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного обвинения. Такой же факт мы имеем на улице, на Патистанском проспекте, где было в 2015 году загорание. И в 2016 году опять же загорание, тоже по причине неосторожного обращения с огнем, прикурения, состояния алкогольного обвинения. К сожалению, есть такие факты. Мы их видим, мы совместно с органами внутренних дел, с органами власти проводим соответствующие мероприятия, проводим рейды, разъяснительную работу. К сожалению, даже разъяснительную работу иногда проводить нет возможности. Дома такие граждане бывают не всегда. В гости к Брещанке Али Силко сотрудник милиции наведывается регулярно. Однако не всегда удается застать женщину. Брещанка не работает, у нее свое любимое занятие – выпивать. Своим поведением жительница создает дискомфорт для соседей. Без конца ходят эти пьяницы к ней, без конца звонят. А потому что в последнее время она, наверное, чипы всем пораздавала. Вы видите, что квартира не закрыта была? Не, она вообще не закрывается никогда. Как сломался замок, вот этот так и не закрывается. И как давно такая ситуация? Ой, да все время. Сколько она тут живет? А сколько она тут живет? Я даже не скажу вам точно. Около 10 лет, наверное. По статистике, 50% пожаров возникают по причине алкогольного опьянения людей. И хотя в городе Бресте наблюдается тенденция снижения случаев, для сравнения в 2015-м наблюдалось 65% ЧС по вине нетрезвых граждан, а в 2016-м показатель 50%. Но и эти цифры не обнадеживают бороться с проблемой необходимо на таком же серьезном уровне. Что касается алкоголя, ну традиционно он доступен и традиционно приветствуется его употребление. Поэтому достаточно много состоит на профучете несовершеннолетних, по области порядка больше двух тысяч. На учете в ОВД администрации Московского района с систематическим употреблением спиртных напитков стоит 351 человек. В отношении этих лиц профилактическую работу проводят участковые инспекторы милиции. Если человек не справляется, мы инициируем перед судом Московского района города Бреста направление лечебно-трудовой профилактории. Всего на территории Московского района на наркологическом учете стоит более 3000 человек. Что касается исправления, то можно сказать, что не более 10% после возвращения из лечебно-трудовой профилактории становится на путь исправления. Не единичный случай систематического привлечения проблемных граждан к административной ответственности. Однако и такие меры для самих людей не являются поводом задуматься о том, что следует поменять в своей жизни. Не перестают бороться с проблемой спасатели и сотрудники милиции. Результат совместных усилий есть, а значит работа в этом направлении будет продолжаться. Это уже образ жизни. Образ жизни и ничем его уже не поменять. Это отдельные лица, с которыми отдельные лица. В основном люди, понимающие, и второго раза уже не допускают. София Бережная, Дорбакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.